На Николаевском рынке предприниматели готовятся к началу сезона, но без сюрпризов не обходится. В эти выходные, по словам местных, опечатали сразу несколько бутиков. Фатима Николаевна работает здесь 20 лет, берет патент на пользование торговым местом с 1 мая. Перед началом сезона женщина решила завести товар и сделать уборку в бутике, но на магазине она обнаружила новые замки. Я приехала сюда, в Николаевку, с 1 мая я беру патент работать. Я приехала немножко раньше, чтобы привезти за полгода, которые мы не работали, привезти порядок бутики, помыть все. Я приехала, начала мыть бутики. Вчера он приезжает сюда, директор Михайлов приезжает и говорит, что ты работать не будешь. А я говорю, почему я работать не буду? Я не работаю, я мою бутики. Я повешу завтра, говорит, замки и ты работать не будешь. Ну, я думала, просто сказал он и все. А сегодня утром прихожу, повесила свои замки, он, сверх моих замков. Кроме того, Фатима Николаевна рассказала, когда она утром пришла к бутику, на нем уже висели таблички опечатано. Дело в том, что мы здесь работаем уже 20 лет. Каждый год мы платим аренду, все договора у нас на руках. Но, и получается, что он вчера, мы их устроили, мы вкладывали деньги, чтобы рынок их строил. И получается, что вчера приезжает наша мама, завозит товар, и сегодня мы приезжаем, и у нас просто опечатаны бутики. Причем опечатаны бутики задним числом, вы понимаете, они опечатаны четвертым числом. Вчера было 23, правильно? За вчера было 23 число. На каком основании он вообще мог опечатать бутики, Михайлов мог опечатать бутики и поставить замки на нашу личную собственность, там, где находится наш товар. Валентина Дмитриевна торгует на этом месте домашним молоком много лет. Женщина тоже жалуется на директора рынка. Мы торгуем молочным со своего хозяйства. Теперь, значит, так, что-то ему не понравилось, он никогда по-человечески не разговаривает. Хватает, я сейчас ваше молоко побью, я вашим молоком собак накормлю. Я говорю, а кто тебе дал право вообще хватать? Уже до такой степени я с ним ругалась. И он не только со мной так поступает, он со всеми так поступает. Как хочет, так и я, например, категорически против этого директора. Предприниматели уверяют, на протяжении нескольких лет они всегда платили за аренду. И до этого момента похожих ситуаций, по их словам, не было. Они могли бы доказать этот факт, но вместе с новым товаром в бутиках закрыты и документы. Мы все люди, мы все люди, мы каждый требуют своего уважения. Как это так? Ты пришел, ты хочешь опечатать магазины? Дай письменное указание, что будут опечатаны магазины. Как это так? Ты ночью пришел, сам по себе, задним числом поставил, опечатал их, поставил свои замки. На моем. Здесь мой товар, здесь мои вещи. Каким образом? Это вообще просто. Как это я сегодня могу? Я вот сейчас не могу зайти, у меня здесь все договора, за все года. Я хочу взять договора, юристам показать, вы понимаете, я не могу зайти в бутик, потому что он опечатан. Замки вправду сменили. Предприниматели обнаружили взломанный старый, поверх которого уже висел новый. Здесь тоже было опечатано, но сегодня с утра мы приехали, он был опечатан, и маленькие дети бегали, эти бумажки содрали. Видно, что вот они здесь. Вот здесь было опечатано и здесь. Замок, вот второй навешан. Вот этот замок был вскрыт. Я не знаю, в целости или не в целости, документация и мой товар. Вот этот замок второй, не мой, вы видите, что он абсолютно новый. За комментарием мы обратились к директору рынка Михаилу Михайлову. То есть, реакция некая. Сброс. Предприниматели обеспокоены, но сдаваться не намерены. Решили взломать новый замок и проверить, все ли их имущество на месте. Какая полиция? Это мой футбол? Какая полиция? Я хочу посмотреть, есть в моем бутике товар, который я вчера завозила или нет. Здесь находятся два юриста, при которых я открываю бутик. На каком основании он был закрыт? Что происходит на рынке и почему бутики опечатали, с этими вопросами мы обратились к главе администрации Николаевского сельского поселения Алексею Ванову. В администрации уверяют, опечатали бутики не задним числом. Помимо проблемы на Николаевском рынке, существует и еще одна – с пляжем. Кооперативу «Скиф» больше 10 лет. Он был создан за личные средства его членов. По их рассказам, в свое время они вложили больше миллиона гривен, чтобы благоустроить пляж на территории кооператива. Ведь они заинтересованы в том, чтобы их отдыхающие были довольны. Но в этом году все изменилось. Прошел конкурс по благоустройству данной территории. Его выиграла МУП «Развитие», представив свой проект. Этот эскиз выбран просто красиво. Это как квалификация на бумаге. Его никто не собирается делать. И на сегодняшний день, через неделю открытия по Крыму сезона, 1 мая, здесь никто с МУП «Развитие» от Михайлова, он сам, не появился. Даже не посмотрел, ни размеры не сняты, ничего. Только вот красивый проект, который по бумаге на благоустройство отдан ему. И мы так понимаем, что он просто будет зарабатывать, может быть, поставит кучу котиров, может быть, лежаков, и будет просто с этого зарабатывать. А также все благоустройство, уборка, и все остальное останется на наших плечах. Может быть, даже мы так думаем, что все, что мы делаем за свои деньги, так как это личное пожертвование, и мы в этом заинтересованы, это может быть потом все представлено, как будто бы это сделало МУП «Развитие». Члены кооператива говорят, МУП «Развитие» и вовсе не занимается пляжем. В преддверии курортного сезона приходится восстанавливать пляж за свои деньги. А этот пляж участники кооператива восстанавливают с нуля собственными силами. Вот здесь, например, заливают бетонное покрытие. По эту сторону собираются поставить лавочки для пенсионеров и инвалидов. И это далеко не все. Глава администрации Николаевского сельского поселения Алексей Иванов в телефонном разговоре сообщил нам, конкурс по благоустройству территории на самом деле выиграла МУП «Развитие». Но вопрос с назначением руководителя там пока не решен, поэтому работы на пляже не начались. Почему МУП до сих пор не начал благоустраивать пляж? Потому что на данный момент есть обстоятельства, это политические обстоятельства, и идет проверка деятельности прошлого руководства этого МУПа. То есть когда будет уже решен вопрос с руководителем в этом МУПе, тогда уже будут работы. Жалуются в Николаевке и на то, что не могут найти полицию. Два года мы не имеем поста полиции здесь. Столько отдыхающих, может быть, порядка 300 тысяч. Это все равно здесь в основном как детский курорт. Но здесь полицейского ждем по суткам. Куда бы ни обратился, любая драка, любая ссора, тем более вообще жизни отдыхающих, кто приезжает и детям, и за них отвечаем, мы не можем ничего добиться. Молодежь тоже недоумевает, почему в их поселке никто не защищен. Обращаются к главе республики, чтобы он обратил внимание на Николаевку. Мы хотим обратиться к уважаемому Сергею Валерьевичу с просьбой устранения беспредела со стороны администрации поселка. Вчера на улице Николаевки произошло ЧП, были подрезаны два молодых человека, и никаких мер принято со стороны правоохранительных органов. Как бы не очень приятно ходить по улицам, когда происходит такой беспредел. Местные жители бросают крич о помощи, просят, чтобы на их проблемы наконец обратили внимание. Анастасия Кологина, Борис Давидяк, Служба новостей и ТВ.